Микс Ньюс Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль и в студии Олег Пека А по другую сторону экрана морской геолог, журналист, пишущий о науке Константин Рангс Добрый день, доброе утро, Константин Доброе утро Мы сегодня продолжаем наши разговоры о том Какое влияние на природу, на окружающую среду На нашу жизнь повседневно оказывает вот эта ситуация с коронавирусом Эпидемия COVID-19 И в принципе в последнее время начались от разговоров, что делать Переходят уже разговоры к более главному вопросу Который всегда волновал русский Кто виноват? И замечают, по-моему, что Китай пытается как-то переформатировать общественное мнение В пользу того, что из страны, которая завезла, значит, развезла по всему миру коронавирус Больше позиционировать себя как первую страну, которая победила коронавирус И вот может показать пример миру, что нужно делать и как нужно делать Но я понимаю, что не все, в общем-то, с этим согласны с такой точкой зрения Ну да, действительно, ситуация очень интересная Поскольку от фактов не уйдешь Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане 11-миллионный, по-моему, это город, столица провинции И надо заметить, что да, действительно, это как раз Вот если даже посмотреть на карты, которые доступны По количеству заболевших, по количеству погибших То видно, что именно вот он, центр, откуда все И потихонечку стало расползаться по всему миру Дело другого рода, что как бы и до этого уже был такой прецедент Это прецедент с вирусом SARS, это 2002-2003 год И, в принципе, тогда как-то не было такого яркого Но, кстати, он не смог вызвать такую эпидемию, как сейчас Он достаточно быстро исчез Там по целому ряду причин А сейчас как раз возник такой удар тотального Такого всепланетного масштаба Удар в том числе и по экономике Сейчас открыто говорят о том, что, по сути дела Кризис будет самым большим кризисом После кризиса Великой депрессии Конца 20-х, начала 30-х годов 20-го века То есть речь очень серьезная И во многих экономиках мира, во многих странах Действительно наблюдаются очень сильные И очень негативные тенденции А когда действительно это затрагивает Не только людей заболевших, а всех людей уже То возникает, естественно, вопрос А кто же виноват? И вот тут-то начинается поиск, так скажем, крайнего Потому что первый вопрос, например, в той же самой Италии США сейчас, в других странах И заключается, а почему соответствующие службы Не среагировали, что называется, как только болезнь началась? Ответ очень простой А не среагировали мы потому, что нам это не сообщило Всю полноту информации не дала Всемирная организация здравоохранения А она не дала потому, что все это скрыли китайские власти И вот эта вот теория, которая как-то очень быстро стала раскручиваться Вызывает очень много подозрений Потому что, собственно говоря, ведь Китай-то сам получил удар И после того, как они раскрутились после 7 января Китайские власти Они, в общем, конечно, все делали для того, чтобы эту болезнь остановить И в том числе, чтобы она не выплеснулась никуда наружу Вот тут, конечно, можно сказать, что официальные лица Они, прежде всего, в Евросоюзе Они к идее поиска виноватого в самом Пекине Имеется в виду в руководстве не очень настроены Но, тем не менее, например, в США Знаменитые эти идеи, телеканал Fox News Они выложили вот такую идею О том, что вся беда заключается в том Что китайские власти долгое время тянули Что есть некоторые данные, что там уже все началось в ноябре месяце А они по причине своей закрытости Вот не хотели давать эту информацию международному сообществу И получается, что они как бы во всем не виноваты У них печально знаменитый сенатор Грэм уже в США отметился Заявив о том, что нужно как бы привлечь Китай Причем прямо там разговор уже идет с позиции идеологии Там упоминается именно коммунистический Китай Хотя, правда, надо отметить, что политика в Китае От коммунистических идеалов Это уже давно далека Дело не в этом Дело все в том, что вот как бы уже все Вот оно, зерно найдено А это очень удобно Получается, что все вопросы к остальным Службам, организациям, правительствам Это уже дело такое Второе, пятое, десятое Вот они вовремя не сказали Вот, а вот если бы сказали Вот, тогда, если бы это было бы открытое общество А то все было бы замечательно Мы бы среагировали Вот такая позиция И надо заметить, что понятно, почему это происходит Потому что ситуация... Ну, конечно, да, потому что у самой Америки достаточно критическая И я понимаю, что вот перевести стрелки Ткнуть пальцем Это, в принципе, ну, использовалось Всегда в любом обществе Когда, да, в господи, вспомним Советское время, когда был голод Там в Поволжье Это обязательно виноваты Какие-нибудь кулаки Недобитые капиталисты Которые устраивают диверсии То есть, если что-то, обвал на шахте Это какие-нибудь, значит, диверсанты И так далее То есть, найти виновного Это всегда самый простой способ Снять, переложить ответственность И вот таким образом Перевести стрелки народного гнева На кого-то другого Ну, там вообще возникает еще очень важный момент Если, как бы, имеется в виду Какой-то диверсант-вредитель То это персона Ее, как бы, можно назвать, да И в истории действительно были люди Борцы с режимом Это было везде Со всеми режимами Есть свои оппоненты Которые могут дойти до крайних мер И это более-менее понятно Когда же употребляются слова Вот это мне больше всего поражает Подход такой современный По нашим источникам Которые вы желали остаться неизвестными Виноваты власти Какие власти? Ведь понятное дело Что всегда что-то Репринимает конкретный Человек на каких-то местах Каждый на своем уровне Но, по сути дела У каждой, как хорошо было сказано Еще довольно давно Что у каждой катастрофы Есть свое имя В конечном счете Есть конкретные люди Которые совершили Какие-то конкретные ошибки И вот допустим Поскольку я в свое время Занимался Той частью геологической науки Которая связана С природными катастрофами То вот как раз нас-то и учили Что задача не в том Чтобы понять Так скажем И найти вот этого Конкретно виновного человека Который что-то сделал Или скорее всего Не сделал Для предупреждения катастрофы Вопрос понять Почему это смогло Могло произойти Чтоб от ошибки Одного человека Рассыпалась вся система А тут же получается так Виноваты власти То есть получается Все китайцы Они виноваты Виноваты У нас есть какие-то источники Что это за источники? Это источники Действительно имеющие информацию Или это люди Которые мнят Что себя Что они имеют информацию И мы знаем Полным-полно случаев Людей Которые действительно Убеждены Что они что-то знают Хотя они ни черта не знают И не понимают А самое главное Это могут быть Откровенные лгуны Которые дают Недостоверную информацию Я уж не говорю Про такую страшную историю Что это придумали В недрах Какого-то конкретного сми Но такое же в истории Тоже бывало То есть по сути дела Получается вот такой вот Бросок Вот И этот бросок Выглядит совершенно Пропагандистским образом Потому что Мы вот сейчас Вот я смотрел Утренние выпуски Евроньюз Разговор идет о том Что в США Крутейшая Раскручивается Безработица Несмотря на то Что Трамп сказал Что уже Ситуация Выправляется В четверг Четыре с половиной Тысячи Умерших От вируса То есть В два раза Чуть ли не в два раза Больше Чем было сутками Раньше Да и ситуация Действительно Не самая лучшая И вот тут Как раз Вот такая Отвлекающий Отвлекающий Маневр Он представляется Довольно таки Ну Понятным Почему он Произошел Хотя С другой стороны Ведь Мы же с вами Помним Что буквально Еще Ну Несколько недель Ну Недель пять назад Точно Именно Трамп Говорил о том Что Вот сама Ситуация С коронавирусом Она Достаточно Смехотворна Что это Не представляет Никакой угрозы Что она Наоборот Преувеличивается И сейчас Это вот Ну Если вот Поднять Вот немножечко Покопавшись Его высказывания Думаю Ну Можно Его припереть К стене Что на самом деле У него Не так Все благополучно Ну Вот В его позиции Я думаю Что как раз Его оппонент Это уж Это обязательно Сделают И он прекрасно И понимает Его команда Откуда Как говорится Следует Ждать удара Хотелось бы Обратить внимание Что например В этом отношении Европейский союз Это гораздо Более Так скажем Организация Взвешенная Да Что В Европе Не знают Откуда Прилетели Туристы Которые Привезли Инфекцию Да Знаю Прилетели Они Из Китая Но это В Европейском Союзе Не на уровне Правительств Не на уровне Самого Нас Нас Возьмите 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 Это Употребляем Нормальные Логики Как должен Нормальный Человек Поступить Но человек Который Оказался В структуре Управления Он Оказывается В положении Вот этой Самой Заготовки Между Молотом И наковальней Он Должен С одной Стороны Проявлять Разумную Инициативу С другой Стороны Он Должен Отвечать Перед Вышестоящими У него Еще плюс Инструкции Вагон И маленькая Тележка И есть С другой Стороны Свои Личные Человеческие Интересы И вот Тут Человек Начинает Реагировать Реагировать Так Как сложилось В системе Система Складывается Не по мановению Не по щелчку пальцев Она складывается Десятилетиями Если по-моему Даже не столетиями В разных странах По-разному По-разным причинам И поэтому Чиновник Или допустим Полицейский Который оказался В этой структуре Он прежде всего Выполняет Распоряжение Вышестоящего Начальства В той же Я к чему В того же Самом Китае Совершенно Понятно Что чиновники Они должны были Регулярно Отправлять Наверх Какие-то Сводки Если у них Плохие Сводки Они получают По голове Потому что Они Значит Плохо Работают Поэтому они Боятся Что-нибудь Зря Так скажем Ляпнуть Такое происходит Во всех Бюрократических Структурах И я понимаю Что мне так кажется Что вот В Европейском Союзе Что радует Как раз Понимают Как могла Развиваться Ситуация Ну не могли Китайские Чиновники Взять И тут же Начать Поднимать Панику О том Что там Что-то Произошло Когда они Еще сами Толком Не понимали Что там Произошло Опять же Ведь В Европе Посмотрите Уже знали Что в Китае Вот Свирепствует Этот самый Вирус Тем не менее Еще самолеты Из Китая Прилетали С туристами А почему они прилетали А потому что Туристы Прошу прощения Китайские Это деньги Прилетающие Живые Причем Деньги хорошие И никто их не сажал На карантин Интересно Ведь это было Как раз таки В компетенции Скажем Европейских Властей Посадить Этих туристов Хотя бы на минимальный Я не знаю На недельку Или закрыть небо И просто Закрыть это все Дело Или какие-то другие Принять решения Но опять же Возьмем Наших европейских Чиновников Европейские Чиновники Они Извините меня Отвечают За то Чтобы была Нормальная жизнь Ведь если Вы запретили Прилететь Туристов То значит Будут пустые Гостиницы Не будут люди Ходить в рестораны Не будут ходить В музей Сразу образуется Доходная брешь А дальше Возникает вопрос А кто А кто Там Распорядился Не пускать Китайских Туристов В нашу Благословенный Милан А господин Некий Условный Ченезель Да подать Сюда Господина Ченезель От какой Он партии Этот Ченезель Вот все И вот Можно себе Представить Что Творится В голове Вот этого Самого Условного Ченезель Который Должен Принять Решение А вдруг Он ошимся А вдруг Ничего С этими Туристами Не произойдет Я хочу Сказать Что на самом То деле Есть Прекрасный Фильм Челюсти Стивена Спилберга Который Сейчас Кстати Стали Вспоминать И приводить Пример Мэра Вот этого Приморского Городка У которого Тоже Возникает Ну он Изображен Как злодей Но он До последнего Не закрывал Пляж Где Возможно Нападение Акулы На людей Потому что Он понимает Что если Он закроет Пляжи То тогда Сразу же Рухнет Вся инфраструктура Его собственно Города Его просто Не изберут На следующий срок Здесь все Тоже Очень похоже Да И вот Как говорится Другой системы Пока что Мы не имеем И это Понятное дело Что эта система Она Сбоит И как Сейчас Вот Говорили Очень много Кстати писали Пытались выяснить В какой стране Демократической Или авторитарной Лучше борется С вирусом Да Вот И вдруг Обнаруживается Что А нету Четкой прямой Корреляции Между Авторитарностью И успехами В борьбе С вирусом Нечто Совсем Другое Имеет Значение Успешно Борются Боролись С вирусом Ну Относительно Успешно Тут понятно Все относительно Тот же самый Вполне Авторитарнейший Китай И вполне Демократичнейшая Германия Но Я хочу сказать Что об этом Тоже говорят Хотя тоже Стесняются Поскольку Это весьма Щекотливый Вопрос Но В данном В данном Случае Выскажу Как бы Своё Личное Мнение Да потому Что Не случайно В своё Время Китайцев Называли Немцами Дальнего Востока Это люди Которые Выполняют Распоряжения Сверху Которые Приходят Условно Говорят Условного Бургомистра Точно И В срок Понимаете То есть Когда Госпожа Ангела Меркель Позавчера Говорит Позавчера Говорит Что она Благодарна Обществу Я понимаю Что она Имеет ввиду Если Немецким Бюргерам Что-то Говорится Немецкие Бюргеры В массе Своей Это Выполняют И Китайские Жители Тоже Выполняют Решение Но Здесь Скорее Наверное Может быть Это какая-то Генетическая Уже Тоже Немецкая Воспитанная В том числе И Еще Во времена Пруссии И Может быть Во времена Национал-социализма Достаточно Ну такая Вот Тоже Авторитарность Здесь Но немцы Скорее всего Пруссии Потому что Известно Что и до этого Немцы Были Чрезвычайно Что называется Организованы Посмотрите Знаменитый Обломов Гончарова Штольц Он по-немецки Не говорит Толком Да Он Давно Русский Немец Но Почему У него Все по порядку Да Вот А у Обломова Который Мог сказать Самое интересное Можете говорить И по-немецки Прекрасно Еще на каких-нибудь Языках А у него Ничего нет Вот сегодня В российском Журнале Village Была Заметка Посвященная Такое интервью С Российским То ли полицейским То ли Росгарвардейцем Который на днях Проверял Вот эти Вот Эти вот Пропуска Электронные В метро И вот этот Росгвардейц Говорит о том Что А как же Вот ловят Человека Который бегает По улице В то время Как по улице Бегать нельзя А тот Которого Он остановил Или там Женщина Да Женщина Остановил Тот же с наездом А что Мне и побегать Нельзя Вот это Не немецкий Подход Мне кстати Кажется Что В известной Мере У нас Я имею ввиду Латвию Все таки Народ Ну где-то Посредине Находится Но Порядок У нас Я так думаю Уважают По более Чем в той же Самой Москве Ну и по-моему Вот была еще Тоже одна такая Резонансная история О том что Попытки Постоянно дать Взятку Вот Полицейским Которые проверяют Людей на наличие Электронных пропусков То есть Считается Что вот Там условно говоря 3000 рублей Положенные Там В паспорт Или куда-то еще Могут заменить Электронный пропуск И вот Как раз Смысл этой заметки Был в том Что нет Не могут И полицейских Очень строго Сейчас Но вот Именно На предмет Коррупции Проверяют И такие граждане Рискуют отделаться Не только административно Предупреждают Штрафом Попытка Дачи взятки Полицейскому Это уже уголовная Деяние И таким образом Они рискуют Еще Навлечь на себя Еще большие Неприятности Ну Совершенно верно Поэтому мне кажется Тут нужно Обратить внимание Даже глядя на наш Европейский союз Посмотрите Какой он Многообразный Тут же сейчас Уже обратили Внимание На то Что сами Власти Европейского союза Что ведь Что-то пошло Не так Потому что Это ненормально Когда Европейский союз На явление Появление коронавируса Реагирует Не как единое Целое Которое По идее Должно Так сплоченно Дружно Согласованно Выступить А вот именно Рыхло Каждый Сам за себя И это очень Как я понимаю Напрягло Европей И еврочиновников И парламентариев Потому что Это очень опасная Тенденция Посмотрите Разделились По границам Да Появились Ведь начались Действия Вспомним Месяц тому назад Даже раньше Самостоятельно Ведь не Брюссель Дал распоряжение Брюссель Потом уже Спасал ситуацию Объявив Вообще закрытие Шенгенской зоны Да Вот Внешних границ А ведь по сути дела Все пошло Само по себе Швеция Она Сама по себе Ну ладно Британия ушла По сути дела Да У нас свои правила У эстонцев Свои правила У немцев Еще как-то Все по-другому Да И как мы видим Что Даже эти Извинились Уже Перед итальянцами Что мы не оказали Вовремя То есть Евросоюз Извиняется Перед италией Что не оказал Вовремя Полноценную помощь Потому что Тоже как бы Все испугались И начали прятаться Как Раки-отшельники Каждый в свою Скорлупку Вот это тоже Очень важный момент И опять-таки Это тоже можно С одной стороны Жестко критиковать И очевидно Нужно Так скажем Это делать Но нужно же И понимать С другой стороны Что Эти Чиновники Это же наши Собственно говоря Чиновники Они Ведь и никогда И не думали О том Что им придется Работать В таких условиях И работа Жизни в Евросоюзе Была совершенно Выглядела По-другому Еще всего Два месяца Тому назад А три так вообще Были другие Проблемы Это была Грета Тунберг На знамени Это вопросы Борьбы с экологией А вот сейчас Кстати У нас Программа Кременконтроль Хотел бы отметить Этот момент Уже сейчас Говорят Да Вроде Выхлопов На улицах Стало Меньше Но глобально В атмосфере Углекислого газа Оказывается Все равно Много Да И выясняется Что авиация Это всего 6-8 процентов Выбросов Углекислого газа От Который делает Вообще Человечество Да С чем связано То есть Стоящие самолеты Которые заполонили Аэродромы Уныло Они И в чем еще неизвестно Сколько из них Вообще поднимется Потом в небо Эти самолеты Это не та Как говорится Причина Из-за чего Все Как говорится Портится Надежда на то Что вот так сейчас Вдруг неожиданно Вся природа Изменится Хорошо Тоже как-то не очень Потому что Например Только начали привыкать Отказываться От одноразовых Полиэтиленовых Пакетов Да И вдруг Выяснилось Что все продукты Надо фасовать В эти пакеты Одноразовые Потому что Коронавирус Извините Никуда не денешься Да Вот А тут еще Активисты Обнаружили Что да Надо бороться Использовать Одноразовые Маски Маски Нужно менять Каждые два часа Как мы знаем Эти маски Почему-то Сразу же Оказались В море Кто их туда Выкидывает Вот Не совсем Понятно Но факт Поэтому Да Я просто хочу Сказать Что сейчас Мы видим В магазинах С удивлением Когда Например Развесной Мармелад Каждая Мармеладка Упакована В отдельный Целлофановый Пакетик И конечно Это вызывает Ну Такое сначала Удивление Но ты понимаешь Что ну да Очевидно Но слава богу Что каждую семечку Не стали Вот как-то Переупаковывать Потому что Как бы Это уже кажется Доходит до Предела Ну не знаю Можно как-нибудь Перенастроить Разные Упаковочные Системы Например Каждая Марковина Будет В вакуумной Упаковочке Каждая Картофелина Нет Полиэтилена Это много И кстати Самое интересное Что если Мы будем Все упаковывать То повысится Спрос На углеводороды И это будет Стимулировать Экономику Вот в чем дело То есть То что Думали делать Еще Два месяца Три месяца Назад Выясняется Что сейчас Уже как бы В инижней ситуации Это не совсем Актуально То есть Я хочу сказать Что мы Действительно Оказались Кардинально Оказались Ситуацией Которые все Оказались Кардинально Не готовы Вот это Это все Это тотально Вот Никто Не был Готов Еще одна Очень важная Вещь Которую Увидели И о которой Сейчас говорят И будут Говорить Это проблема Вся в том Что Все наше Условное Богатство Поездки За границу Новые Автомобили Вот Модная Одежда В общем Весь этот мир Которому Мы привыкли Всевозможные Вот эти Вот Мероприятия Типа Вот Фестивали И все Прочее Это все Крайне Тоненькая Хрупкая Вещь И сейчас Говорят Прямо Выяснилось Что тем Людям Которые Вроде бы Жили Хорошо Достаточно Месяц Не получать Зарплату И все Начинает Сыпаться А если Два Месяца То Усняется Что у них Действительно Никаких Запасов Нет Ни на Какой Черный День Люди Живут В кредит По сути Дело Деньги Есть Но этих Людей У которых Есть Деньги Несоразмерно Большое Количество Этих Денег Они Контролируют То Что Реально Физически Об этом Говорится Человек Не зарабатывает Просто потоки Построены Сейчас Таким Образом Что богатый Получает Еще Больше Деньги Надо Заметить Что Лет 30 Назад Вот эти Экономии Об этом Лучше Экономисты Могут Рассказать Но это Действительно Неравенство Последние Два Десятилетия Усилилось Там Даже Два Десятилетия Назад Но было Меньше А сейчас Оно Стало Больше И вот Эта Иллюзия Что мы Живем Обеспеченной Жизнью Оказалось Это Чистая Иллюзия Но Действительно Нет Зарплаты Что Делать Люди Прямо Начинают Уже Бурлить В Италии Например На юге Италии Уже Зафиксированы Грабежи Продовольственных Магазинов Когда Отчаявшиеся Люди Просто Врываются Толпами Хватают Все Что могут Унести И Убегают И остановить Их просто Невозможно Об этом же И писали О том Что Как начала Проявлять Свою Эффективность В прямом смысле Слово Мафия Она Дает Людям Деньги На питание На лекарства Конечно Потом Эти люди Должны Будут Каким-то Образом Отблагодарить Так скажем Свою Местную Структуру И получается Что в условиях Кризиса Мафия Работает Лучше Чем государство Опять-таки Не во всех Странах То есть Вопрос Какое Должно быть Государство Какие Должны Все-таки Традиции Тот же Самый Извините Меня Любовь К порядку Фридрих Великий Палками Шпицрутенами Вгонял В немцев Своё время Не так давно 200 с лишним лет назад Всего лишь Да Но это очень важный момент О том что У каждого народа Своя история Она по-разному сложилась И каждый из народ Ищет Вот эту реакцию Так как он это Ну что называется Воспринимает Невозможно Взять Прийти в любовь В ту же самую Италию С теми же самыми Немецкими законами И думать Что итальянцы Тот же пойдут Строе И будут вести себя Как немцы Нет Они сразу Когда ведь Это же была Одна из причин Кстати Распространения Коронавируса То что они Абсолютно Игнорировали Требования Карантина Самоизоляции И наоборот В таком кафе Пообщаться Пообщаться с итальянцами Которые говорят Уже по-русски Ну научились Да Вот Ну конечно Язык ломанный Но вполне понятный И вот пошел разговор И один из нас Стал говорить О том Что вот В России Коррупция и мафия Итальянцы ржали На них было Приятно посмотреть Потому что они Хорошо Они так знаете От души Как умеют Знаете Вот такая улыбка Тилентановская Такая Все Говорят Вы мне Из Палерма Будете рассказывать Что такое Мафия И коррупция Типа Типа Не надо путать Бандиты И мафия Понимаете Это было потрясающе Потому что Действительно Бандиты И мафия Это разные вещи Вот То есть Я хочу сказать Для немца Например Для немца С точки зрения Немца Или возможно Допустим Такого Рафинированного Англичанина Это все одно и то же Это все Нарушение Закона И он Не воспринимает Всех этих Тончайших Нюансов Но опять-таки Мы же имеем Дело Не с каким-то Придуманным Нарисованным Обществом Миром Мы имеем дело С реальным миром Этот коронавирус Он тут же показал Что мир Разорван на части Даже в пределах Евросоюза Что везде Свои собственные Головные боли Собственная головная боль Кто-то оказался Более эффективный Вот сколько Мы говорили И реализировали Над социальными Этими Так скажем Социальной Направленностью Германии Вдруг Когда пришел Коронавирус Оказалось Что Германия Мало того Что она Социально ориентированная Страна Выяснилось Что она может Обеспечить Этим И возможности Для бизнеса Рядом Вон Через Рейн Франция А там ситуация Гораздо хуже Французы Не менее Креативны Чем немцы Прямо скажем Да Не менее Культурны И все такое Прочее Но там другая Культура Чем у немцев И вот мы уже видим Да И вот И культура В том числе Относящаяся И к организации Так скажем И самого общества И управления И вот уже мы видим Что То что В Германии Делается Как бы Легко Но почему-то Во Франции Делается Со скрипом Я уж не говорю Про Испанию И Той же самой Италии А еще Интереснее Если вы взглянете Как сказать По количеству Заболевших По погибших На Испанию И Португалию Вот уж Казалось бы Вообще Сидят на одном Полуострове Языки Близко схожие История Все Но почему-то Все равно Как-то у португальцев Ситуация Гораздо лучше Вот Начинают смотреть Что Португалии До сих пор Прививают Детей Туберкулеза Вакцины И БЦЖ А в Испании Давно Отказались От этого Дела Я не Специалист Я не знаю Почему Такое Происходит Но факт Тот что Вот оно Имеет Место быть И мне кажется Что сейчас Как раз Самое Разумное Это Внимательно Обращать Внимание И попытаться Понять Что и где Почему Происходит Уже поздно Искать Того Первого Заболевшего Вот Понять Что у нас Здесь происходит Почему Молодой Человек Может Что называется Погибнуть В цвете Лет А какая-то 99-летняя Старушка Или там Чуть ли не По-моему Еще кто-то Старше Переболеть И выздороветь Хотя Сначала Говорили Что это Только Касается Людей Пожилых А теперь Выясняется Нет И не Пожилых И действительно Как мы говорили В позапрошлой Передаче Русская Рулетка Какая-то На кого Выпадет Этот патрон Не совсем Понятно Но нужно Понять Какая Существует Статистика И кто Действительно Может Оказаться Поэтому Мне кажется Это гораздо Важнее А Господин Трамп Играет Свою Игру Вот Мы же Хотели На прошлой Неделе Поговорить О его Лунных Идеях Тоже Очень Интересный Ход Он Объявляет О том Что Луна Она как бы Доступна Для всех Предполагается Что любой Человек Как бы В кавычках Это американец Может добраться До Луны Для того Чтобы начать Вести на ней Бизнес Ну что Новый Клондайк Собственно Куда Можно Золотая Лихорадка Устремиться Купить Билет Да Совершенно Верно Олег Вполне Возможно Вот в этом Как раз Его Идея Показать Какое-то Новое Направление Взбодрить Взбодрить Так скажем Предпринимательский Дух Страны Дать Вот эту Как бы Звезду Потому что Когда у людей Нету Какой-то Идеи Вот Они действительно Превращаются В массу Таких Потребителей Вот Не сказать бы Грубее Да Вот Вот это очень Он понимает Вообще Он хороший Психолог В этом смысле Он понимает Что нужно Взбодрить Американцев Правда Сейчас Это ситуация Может быть Не самая Так скажем Подходящая Потому что Это он думал Еще неделю назад Что все заканчивается Оказалось Еще ничего Не заканчивается Об этом Нужно будет Говорить Когда действительно Будет заканчиваться Но хотя Ведь парадоксально Что говорят О том Что добыча Каких-то Редких Металлов Например На Луне Гораздо проще Чем добывать Их Ну и Доставка на Землю Будет обходиться Дешевле Чем Попытки Глубокого Бурения Для того Чтобы добыть Эти залегающие Глубоко Ценные металлы Необходимые Для современной Промышленности Об этом говорили Давно Но тут Как известная Поговорка То есть Замерем Телушка Полушка Перевоз Дорогой То есть Входной билет Чтобы добраться До Луны И все это Добыть Это Дорогого Стоит И для этого Нужно сначала Вложиться Илон Растерянность Прав и Свобод В обмен На Скажем Избавление От угрозы Вот этой Вот Инфекции А ведь Врачи Говорят Что А могут Другие Инфекции Прийти Рано или Поздно Должно Было Что-то Случиться Об этом Говорили Кстати Что Такое Может Быть Но ведь Вечная Проблема Она же Вот Я просто Знаю Как с Предсказанием Землетрясений Я был Я был С этим Связан Когда Ты Можешь Идти К чиновникам И говорить Что Землетрясение Будет Что Оно Погубит Людей Но Они Спрашивают А Когда Оно Будет Ты Говоришь Что Нет В течение Десяти лет Обязательно Но может Быть Послезавтра А может Быть Через Десять Лет И они Говорят И что Вы нам Предлагаете Делать И ты Действительно Тоже Понимаешь А что Предлагаем Делать Вот Скажи Будет Землетрясение У нас В городе Ну И что Куда Деть Людей Десять Лет Они Будут В палатках Жить Ждать Когда Тряханет И все Разрушится Нет Ж Конечно Поэтому Все Рассчитывают На то Что Пока Я Вот Тут Сижу Пронесет А дальше Это уже Другие Будут Разбираться Это Как раз Таки Фильм Быкова Я сразу Вспомнил Дурак Про Дом Который Может Рухнуть Но А может И не Рухнуть И вот Куда Эвакуировать Жителей Из этого Дома Кто Будет Этим Заниматься И кто Ответит Если Вдруг Выяснится Что дом Мог бы Простоять А нам Нужно Будет Каким То Образом Урезать Социальные Другие Программы Для того Чтобы Расселить Людей Из этого Аварийного Дома И вот Это Да Скажем В миниатюрном Масштабе Но Эта проблема Показана Абсолютно Показан Этот Чиновничий Ход Мыслей И Растерянность И желание Спихнуть Эту Проблему И Закрыть На нее Просто Глаза Когда Рухнет Тогда Мы Найдем Виноватого Объявим Его Виноватым И Что Нибудь Тогда Сделаем А Пока Вот Мы Сами Себя Подставляем Под удар Вот И вот Это Совершенно Вятно Это Не важно Один Дом Потому Что Как Говорится Каждый Умирает В одиночку И Гибель Конкретного Человека И для Него Самого И для Его Родных Это Трагедия Великого Масштаба И Получается Что А трагедия Невозможно Мультиплицировать Все равно Для каждого Вот Именно Своё Горе И Поэтому Гибель Человека В результате Обращения Этого Дома Это То же Самое Других Вот Как В случаем С которым Я был Связан Там Две Тысячи Человек Погибло А в Других Случа Двести Тысяч Человек Но Все равно Это Одна И та Проблема Как вы Отметили Что Все упирается В неизвестность Никто Не может Сказать Условному Чиновнику Что 25 Числа В 16.00 Совершится Вот эта Самая Трагедия И он Все Тогда Понятно Вот Все Понятно Он Обращается У него Впереди Три Месяца Он Отправил Письма Все Готово И Кстати Когда Трагедия Будет Предотвращена Людей Вывезут Дом Рухнет А он Еще и Наград Получит За то Что Очень Вовремя Соответственно Среагировал Но Поскольку Этого Нету Мы Имеем То Что Мы Имеем И Ведь Нельзя Даже И Этих Самых Чиновников Ведь Даже Если Их Не Наказывать Не Наказывать То Ведь Проблема В том Что Наказание Требует Массы Наказание Требует Общества И Кстати Парадокс Если Чиновника Условного Не снять Не посадить На какое-то Время Вполне Возможно Что С ним Будет То же Самое Как С тем Швейцарским Диспетчером Которого Несчастный Убитый Горием Отец Видя Что Его Полностью Освободили Оправдали Он сам Себе Живет Просто Пошел И убил Поэтому Тут Нету Никаких Абсолютно Таких Решений Которые Иногда Кажется Да что Что-то Они так Не делают Ясно Что Нужно Поступать Не так А вот Это Но Это Как раз Говорят Люди Которые В данный Момент Никаких Решений Не Принимают Ответственных И Никакой Ответственности И последствий Для них За вот Эти Высказывания Для них Нет А Руководство Наше Вот оно То Какое У нас Оказывается Действие И мне Кажется Что Сейчас Вырисовывается Как раз Вот такая Важная Вещь Что Вся Надежда Как раз На тех Врачей На тех Биологов На тех Ученых Которые Смогут Дать И Обществу И прежде Все Вот людям Принимающим Решения Какие-то Конкретные Цифры Какие-то Конкретные Рекомендации И прогнозы Условно говоря Ходить нам В масках Таким Всем Или не Ходить Пить нам Условно говоря Процетамол Или не Пить Может быть Нам нужно Всем Нос Полоскать После того Как мы Пришли с улицы Руки Помыл И обязательно Полощи нос Я уверен Что если Такое Будет Ясность Например С полосканием Носа То уже Через Полгода Бизнес Будет Продавать В магазинах Сантехники Не рукомойники А носополоскатели И люди Будут Ставить У себя Носополоскатели Дома И нормой Жизни Будет Когда приходит К тебе Кто-то Или с кем-то Ты встречаешь Ты не Желаешь ли Нос Прополоскать У меня Свежая Модная Полоскалка Кстати Японский Японский Бизнес Уже запустил И пользуется Огромным Спросом Такая Миниатюрная Палаточка Которую Можно поставить Именно дома Это Сделано Для Людей Которые Находясь Дома В самоизоляции Вынуждены Продолжать Работать Но Для того Чтобы им Отрешиться От внешнего мира От детей От домашних Чтобы не мешали Они Просто Человек Заходит В эту Палаточку Там Можно поставить Стол Стул Открыть Ноутбук И застегнуть Вот этот Чехоль И вот у человека Есть вот эти Один квадратный метр Может быть даже меньше И эта палатка Сейчас пользуется Бешеным успехом Потому что Да Вот на нее Сейчас возник Спрос Но опять-таки Возьмем Японских Японцев Они Решили Что Это надолго И что нужно Как-то Обустраиваться Поэтому я думаю Что четкие Рекомендации Конкретные цифры Это то Что сейчас Всем нам нужно А мы уж потом Как-нибудь К этому Действительно И пристроимся Мне кажется Идея С носомойкой Она может быть Очень-очень Полезная И Привыкнем Господи Как привыкли И я думаю Что очень многие Сейчас привыкнут Менять обувь При приходе домой И на это Казалось Как я говорю Понимаешь Это казалось Что это только Постсоветская Такая привычка А вот Дескать На просвещенном Западе Обувь В квартире Не снимают А теперь Оказывается Все Снимают Все Ну хоть Хорошо Хоть этому Научились Ну что У нас на самом деле Время завершается Спасибо большое Это была программа Климат-контроль Константин Рангс И до встречи Ровно через неделю В следующую пятницу До свидания Будьте здоровы Редактор субтитров